Доброе утро, Стопгейм, в эфире Инфакт! Не дня без Якудзы, точнее Like a Dragon, как её теперь называют. Но сегодня кратенько. Ремейк Ryuga Gotoku Isshin обзавёлся геймплейным трейлером на экране, он фул по ссылке из описания. В отличие от других игр серии, это переедет с собственного движка студии Dragon Engine на четвёртую версию Unreal. И на будущее разработчики уже подумывают о смене парадигмы и переходят на другие движки на постоянку. Они заявляют, что уже изучают пятую итерацию Unreal, но станут ли перелезать на него, ещё не решили. Ну и откуда столько японских игр в Инфактах? Так Токио Геймшоу стартовало. Выставка вернулась в невиртуальную реальность и будет находиться там до конца уикенда, так что в понедельник новостей из Токио будет ещё. Тем временем Capcom своё шоу уже провела и из самого интересного раскрыла побольше инфы о шестой Street Fighter. И да, этот Данте на самом деле обросший Кен Мастерс. Продемонстрировали два новых игровых режима. World Tour, это сюжетная кампания, где можно создать своего персонажа, и Extreme Battle, режим, где можно устанавливать собственные правила. Кроме того, в файтинге будет хаб, откуда можно переходить в сетевые матчи и турниры, а также запускать классические игры от Capcom. Желающих пощупать игру поскорее, кампания призвала к регистрации на закрытую бету. Тест пройдёт с утра 7 октября до утра 10 октября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Ссылку на регистрацию, трейлер с экрана и системные требования ПК-версии игры найдёте опять-таки в описании. Ладно, Street Fighter, конечно, важна, но ведь были на презентации и резики. Разработчики напомнили о грядущем золотом издании деревни, куда войдут режим от третьего лица, новые наёмники и сюжетное дополнение Shadows of Rose. Также посетителям выставки вживую доступна уникальная возможность пощупать Resident Evil Village в новеньком шлеме виртуальной реальности от Sony. Касательно выходящего в следующем году, 24 марта, ремейка Resident Evil 4 стало известно о разработке и версии для предыдущего четвёртого поколения PlayStation. Новую инфу об игре пообещали раскрыть на презентации Resident Evil Showcase. Она состоится в следующем месяце. Компания Blizzard сообщает. Серверы первой Overwatch будут закрыты уже 2 октября. Приблизительно за сутки до выхода сиквела в раннем доступе. Игроки в Overwatch смогут предзагрузить продолжение незадолго до релиза. Текущим игрокам с нуля скачивать сиквел не придётся ни до, ни после выхода. Достаточно будет нажать на кнопку «Обновить до Overwatch 2». Новым игрокам предзагрузка будет недоступна. Почему-то. И чтобы сбалансировать грустную новость весёлой, авторы игры представили нового героя из сиквела, саппорт-ниндю Кирико. Она мечет куна и во врагов, защитные и целебные печати в союзников, умеет телепортироваться и взбираться на отвесные стены. Своей ультой Кирико призывает дух Китсуны, лисички, которая ускоряет движения, атаки и откат способностей всех союзников, что находятся рядом с ней. И ещё пара слов об Activision Blizzard и, как вы возможно догадались, Microsoft. Британское антимонопольное ведомство всё-таки нашло доводы затянуть сделку между компаниями и запустило вторую фазу расследования. Microsoft было дано пять дней на предоставление доказательств того, что сделка не привезёт к существенному снижению конкуренции на рынках королевства. Судя по всему, нужные доводы не были найдены или предоставлены в срок. В ответ на эту новость, Sony высказала одобрение решения антимонопольщиков и снова принялась ствердить об опасности контроля колды майками. Microsoft тут же ответила и ещё раз заявила, что ей самой невыгодно не пускать колду на лидирующую на мировом рынке консоль. И в моих фантазиях они дальше такие ручками машут и такие... Тем временем регулятор должен предоставить отчёт о влиянии и поглощении на местных потребителей до 1 марта 2023-го. А пока исход истории снова откатился в будущее. КОСАРИ! Никита Николаев рассмотрел видеоигры в целом и некоторые в частности под собственной профессиональной лупой историчности. Конкретно уделил внимание теме наёмников в играх средневекового сеттинга. Первая пара косарей твоя. Вторая же отлетает Ньюргуну Николаеву. Вы, кстати, не родственники? Он поднял и на протяжении большого и вдумчивого блога обмыслил моральную сторону стратегических игр. Красиво поговорил о том, как легко игрок отправляет на смерть сотни солдат, при этом прикипая к единицам. Чекайте лички, господа Николаевы, но дополнительной строкой для тех, кто использует инфакт в качестве гайда по лучшим блогам, чтобы почитать самому, упомяну. Запись внезапно Макса Пэйна, где он очень скрупулёзно и приятно для чтения, сравнивает оригинал и ремейк второго резика и самый залайканный блог этой недели — разбор стилей некоторых из наших авторов. Написал его Каджир. Лесно, чрезмерно, да, но слушать аудиоверсию и интересно, и приятненько. Было больше косарей. Ещё одна ссылка в описании — сразу пачка геймплейных трейлеров разных игр Square Enix, Capcom и K.A. Tecmo. Во-первых, ещё 13 минут геймплея Crysis Core Final Fantasy VII Reunion. Тут и боёвка, и кат-сценки, и немного менеджмента, и Фрид, и Сефирот, и Малая Юфи, если я правильно помню. Во-вторых, очередной геймплейный трейлер Forspoken, которая Project Atia. Тут перемешали сюжетную завязку, попадание героини из реальности в фэнтезийность и кадры игрового процесса. Третий трейлер показывает сюжетку шутера о дождях из динозавров ExoPrimal. Но фанатский глаз в первую очередь тут цепляется за продемонстрированного персонажа по имени Мэджести, её величество. Она и внешне очень напоминает Регину из Дайна Крайзис, и перевод имени с латыни «Регина» как раз и означает «царица и динозавры вокруг». Только вот лицом не похоже, но вы знаете теперь осмысление. И ещё один трейлер посвятили короткому интервью с создателями фэнтези-соузлайка о древнем Китае Уулон в Fallen Dynasty. Новость вдогонку. На выставке японские разработчики также провели национальную видеоигровую премию. Условную игру года взяла Elden Ring. С остальными номинантами и лауреатами сможете познакомиться в сопутствующей новости на сайте. Ссылку найдёте. Выпуск у нас сегодня густенький. Буквально час назад для пишущего ночью и меня состоялась презентация Call of Duty Next. Хедлайнерами шоу стали мультиплеер Modern Warfare 2, Warzone 2.0, а также мобильная Warzone. По порядку и тезисно. В мультиплеере Modern Warfare 2 появится механика плавания и сражений под водой, режим с видом от третьего лица, обновлённая система кастомизации Gunsmith 2.0, а также пачка кооперативных миссий на двоих. Сегодня на PlayStation и 22 сентября на ПК и Xbox стартует бета-тестирование мультиплеера для предзаказавших игру заранее. Открытая бета стартанёт на два дня позже, 18 и 24 сентября соответственно платформе. Длится он будет две недели. Теперь о новой Warzone. В первую очередь новая карта Альмазра находится в вымышленном регионе Западной Азии. Игра работает на движке Modern Warfare 2 и использует её механики. В режиме DMZ игроки будут сражаться не только друг с другом, но и с фракцией ботов. В этом режиме зоны сужения варьируют своё расположение, чтобы резко менять тактику игроков. Также ГУЛАГ получит обновление с, цитата, сюрпризами и возможностями. Выходит новая Warzone 16 ноября. Мобильная версия Warzone похвастает тем же ростером оперативников, оружием и локациями, что и в старшей версии. В матче одновременно смогут играть до 120 игроков. Прогресс будет совмещен с ПКшными Warzone 2.0 и Modern Warfare 2. Над игрой работают Activision Shanghai, Binox, Digital Legends и Solid State Studios. Релиз на iOS и Android состоится в 23-м году. Утёкшая пару выпусков назад дата релиза ПК-версии Uncharted Legacy of Thieves Collection подтвердилась. Сборник действительно доберётся до Steam и EGS 19 октября. Предзаказы открылись уже и на их страницах можно лицезреть некоторые из заявленных фич ПК-порта и системные требования. Из фич поддержка сверхшироких экранов, поддержка разрешения 4К, переменного фреймрейта, DualSense и DualShock 4 в дополнение к мыши и клавиатуре, конечно. Поддержка технологии FSR 2.0, а также гибкие настройки графики. В числе прочего регулируется качество текстуры моделей, а не затропная фильтрация, тени отражений и Ambient Occlusion. Чтобы запустить игру с разрешением 720p и 30 кадрами, будет достаточно 960 GTX, Intel i5 4430 и 8 гигов оперативы, плюс 126 гигабайт на жёстком и желательно SSD накопителе. А вот ультра настройки потребуют максимума. NVIDIA RTX 3080 с 10 гигами, Intel i9 9900K и 16 гигов оперативы. Ну и на финал немножечко халявы, условной и безусловной. 20 сентября в подписку Xbox Game Pass войдёт Deathloop, что как раз завершило свою консольную эксклюзивность на PS5. Когда-то в скором времени в подписку пообещали внести Guilty Gear Strive и Blast Blue Cross-Tech Battle, а вчера в неё добавили Assassin's Creed Odyssey. Безусловной халявой остаются дары из Epic Games Store. До вечера 22 сентября можно обзавестись приключением с лисичкой в главной роли Spirit of the North и двухмерным и на этот раз космическим приключением The Captain. Целый журнал квестов, что посмотреть да почитать, крутые блоги, трейлеры, статьи. Всё это ждёт вас на StopGameru. Хорошо проведите время на выходных и лёгкой пятницы. Субтитры подогнал «Симон»!